Второе послание апостола Павла к Тимофею, глава четвертая. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое, ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Постарайся прийти ко мне скоро, ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискент в Галатию, Тит в Далматию, один лука со мною. Марка, возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения. Тихий-ка я послал в Ефес. Когда пойдешь, принеси филонь, который я оставил в Труаде у Карпа, и книги, особенно кожаные. Александр Медник много сделал мне зла, да воздаст ему Господь по делам его. Берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам. При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили, да не вменится им. Господь же предстал мне и укрепил меня, чтобы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники. И я избавился из львиных челюстей, и избавит меня Господь от всякого злого дела, и сохранит для своего небесного царства. Ему слава во веки веков. Аминь. Приветствуй Прескилу и Акилу и дом Анисифаров. Яраст остался в Коринфе. Трофима же я оставил больного в Милите. Постарайся прийти до зимы. Приветствует тебя Евбул, и Пуд, и Лин, и Клавдия, и все братья. Господь Иисус Христос с Духом Твоим. Благодать с вами. Аминь. Благодать с вами.